Добрый день всем, кто заберегнул на мой канал. Меня зовут Регина. И во время своих крайних походов в космопорт, в Леруа, и Ашан, это в городе Самара, я купила себе две такие орхидеечки, прекрасные орхидеечки. Вот это орхидея Bright Maya, я как я ее увидела, сразу в нее влюбилась. Такая вот красавица, очень-очень красивая орхидеечка, очень нежные у нее цветы, цветы просто загляденья. Поверну ее, покажу ее со всех сторон. Очень нежная расцветка, бледно-бледно, прям максимально разбеленный желтенький цвет. Еще со временем она так незаметна, так как цветок и так сильно разбеленный, желтенький. Даже разбеленный лимонный такой вот. И со временем, когда она слегка отцветает, это даже незаметно. Вот, даже вот посмотрите, вот этот цветочек, он, вот эти два, даже не два, их тут три. Вот эти цветочки, они распустились последними уже, бутончики дома распустились. И, в принципе, никакой разницы, вот рядом старые цветы, особо никакой разницы нету в расцветке. Что меня очень радует, потому что иногда вот вижу, даже в том же Леруа, вижу, что цветок, который я хотела бы купить, он выцвел. И прям видна разница между новыми и старыми цветами, но даже дело не в этом. А дело в том, что, например, Фаленопсис Буэна, который мне очень понравился в Леруа недавно, он у него вот, он насыщенно розового цвета, и вот эти лепестки, вот эти вот, они у него, когда цветок только распускается, то ли с желтизной, то ли с зеленцой, ну, очень красивое сочетание вот этого желто-зеленого и ярко-розовых лепестков. Но со временем оказалось, вот я увидела старые цветы на нем, и оказалось, что эти цветы, эта зеленца, желтизна уходит и остается только розовый. Ну, как-то прелесть цветочка для меня потерялась в этом, к сожалению. И я уже не захотела его брать, несмотря на то, что корневая была очень хорошая у этого Фаленопсиса. И я взяла другой Фаленопсис, не этот, не Брайт Майя, Брайт Майю я брала раньше. Сейчас скажу корешочки, поближе в горшочки. Ну, здесь кора только сверху, а вообще сидит, конечно, сидит в основном в торфе. И я заметила, что вот после такого вот субстрата корни начинают очень сильно усыхать, очень сильно они стрессуют, к сожалению, и очень долго приходят в себя. Несмотря на то, что я стараюсь создавать влагоемкий субстрат для своих орхидеечек из очень мелкой коры, из керамзита. Даже перлит иногда добавляю. Ну, а это как раз тот Фаленопсис, который я купила во время своего крайнего обзора. Это Фаленопсис Калипсо. Тоже такой красивый. Очень долго выбирала, очень долго. Были еще два Фаленопсиса. И причем я заметила, что они... Рассветка у них уже была не полосатенькая, но цветовая гамма была точно такая же. Ну, не точно такая же, а вот из этой цветовой гаммы, цвета свеклы, что-то такое вот между свеклой и ближе к красному. Такой вот красивый оттенок. Конечно, у него тоже вот цвета, это вот тоже есть, на этих лепестках есть, просматривается то ли желтизна, то ли зеленца. Но его цветы мне нравятся, нравится больше, чем вот без этой желтизны зеленцы, больше, чем цветы у Буэна. Он все-таки, ну, на мой взгляд, такой вот... Даже выцветающий, он, во-первых, не теряет свой основной тон. Насыщенность цвета остается, в принципе. И поэтому присутствует такая, на мой взгляд, некая утонченность и какое-то благородство даже в цветке. Долго думала, что вдруг он будет похожим на мой Биглип по расцветке. Но когда поставила их рядом, совершенно два разных цветка, совершенно разные оттенки, что меня очень порадовало. Корневая у него... Меня устраивает больше, чем у Брайт Майи. Такие вот... Тоже сидит в таком же влагоемком субстрате кокосовом. Но корешочки потолще, на что я очень надеюсь, что они получше переживут стресс от пересадки. Буду сейчас их доставать из горшочков. И вот меня еще удивило, что, несмотря на этот вот темный цветок с темным пигментом, розетка у него светлая. Листва светлые у этого фаленопсиса. Вот такие корешочки убирает Майя. В принципе, корешочков достаточно. Но, правда, они все в заломах. Это, конечно, не радует. Я их еще не отмывала. Я их только от субстрата очистила. Попки чистенькие. Кстати, вот я не помню, я сказала про эту орхидеечку, что это Калипса. Название у этого гибрида. И у нее корешочков казалось меньше, чем у Брайт Майи. Но я по-прежнему надеюсь, что эти орхидеечки нормально у меня приживутся. Нормально адаптируются. Вот такие вот две красоточки. Конечно, у нее все-таки у Калипса намного меньше заломов. Есть корешочек, большой корешочек, который там на ниточке один-два корешочка держится. Но ничего страшного. Вот такие вот у меня крайние покупки. Очень надеюсь, что они будут меня радовать. Вся эта красота. И как-нибудь сниму. Покажу вам свои пересаженные орхидеечки. Как они себя чувствуют. Мои орхидеечки, которые я покупала, вернее, пересаживала в крайний раз. И посмотрим, как они себя ведут. Большое спасибо всем, кто заглянул на мой канал. Всем, кто порадовался вместе со мной, моя покупка. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok